Мы продолжаем следить за жизнью белгородских ребят на Северном Кавказе. И сегодня мы в Пятигорске. Город, окруженный зелеными вершинами, известный своим чистым воздухом и целебными минеральными водами, гостеприимно встретил юных белгородцев. Как у нас тут наши дети? Великолепные дети. Мы их обожаем. Покажется вам? Конечно. Ходят в школу. После обеда для них организовано очень-очень много мероприятий. Для них доступны бассейны, кружки. Они ходят на экскурсии, ходят в музеи. Несколько раз они играли уже с нашими ребятами в футбол. Студенты Пятигорского техникума, который на время стал домом для белгородских ребят, проявляют заботу и внимание даже в самых мелочах. У них такой сильный нрав, что они пережили такое, пришли и радуются своей жизнью. За это таких даже уважать надо. Марина Никулина с тяжелым сердцем вспоминает, как покидала родной Белгород. Но в сложившейся обстановке это решение было единственно верным. Мы практически не выходили на улицу, только в магазин. Поэтому согласились на предложение, чтобы поспокойнее доучиться старшему ребенку. У меня такого не было опыта, когда я в новую школу перехожу. Поэтому, да, было страшно, но меня все приняли, все одноклассники. Я в Белгороде занималась танцами и рисованием. Рисование прям профессиональное. И здесь тоже, получается, продолжаю заниматься этим делом. Кто-то, как Кира, рисует, кто-то пробует себя в кулинарии. Не обходится и без творческих посиделок. Зарядку-то делаете в утро? Конечно. Бегаете или просто отжимаете, что тягиваете? Ну, чуть-чуть того, чуть-чуть того. В пункте временного размещения никого не оставят без занятий по душе. Но это в свободное от учебы время. Дистанционка или очка? Очка. Почему? Потому что, во-первых, общение с ребятами. Конечно, дискорд все равно есть, но в живую лучше. Во-вторых, все-таки на очке надо учиться. Ну и в целом времяпрепровождение интереснее. Я пошел в музыкальный школу здесь. В ДК, по-моему, Мистофонова. Такой преподаватель хороший. Не лучше, конечно, моего, но тоже. Ребята очень хорошие. Вот правда, с ними так легко работать. Они настолько комфортные в плане общения и коммуникативные. Поэтому я работаю в седьмых-восьмых классах. Практически ни в одном классе, ни с одним ребенком проблем нет. Несмотря на то, что расстояние между Белгородом и Пятигорском больше 800 километров, с ребятами всегда рядом частичка родного дома. Дом никуда от с вами не убежит. Вот, как я сказал, пока у нас с вами все так просто. Можно спокойно пожать здесь, позаниматься. С удовольствием ходить в школу и на кружки, гулять по Пятигорску и изучать красоты Ставропольского края белгородцы смогут до конца мая. А мы с нетерпением будем ждать их дома. Анастасия Ильина, Антон Гребенников, Белгород Медиа.